Здравствуйте, уважаемые любители силовых видов спорта! Сегодня в программе «Мир сильных» продолжаем показ международного турнира Worldlifting «Жим штанги лежа без экипировки среди профессионалов». Сегодня на помосте чемпионата мира по жиму штанги лежа без экипировки среди профессионалов Worldlifting соберутся сильнейшие атлеты России, Европы и мира для того, чтобы выяснить, кто из них самый сильный. Сегодняшний турнир собрал спортсменов разных федераций. Ведь не секрет, что у людей, выступающих в пауэрлифтинге, есть свои пристрастия, свои приоритеты, в каких федерациях выступать. Мы, ассоциация силового троебория «Жим штанги лежа Богатырское братство» всегда проповедовали свободу выбора среди пауэрлифтеров и всегда призывали выступать на наших турнирах всех, вне зависимости от федерации. Как мы уже говорили в предыдущей программе, борьба в абсолютном зачете проходит путем подсчета баллов, полученных по таблице Глоссбреннера. То есть поднятый вес умножается на коэффициент, зависящий от собственного веса атлета. Чем тяжелее спортсмен, тем меньше коэффициент. И поднимать надо больше. На экране Филипп Бреверс, Соединенные Штаты Америки, собственный вес 74 килограмма, успешно начал с веса 200 килограммов. На помосте Павел Крейнис, Беларусь. Его собственный вес 89,8 килограмма, на штанге 205. Это первые подходы, группа спортсменов двух весовых категорий, 75 и 90 килограммов. Тяжеловесы вступят в борьбу позднее. Но, повторю, в абсолютном зачете шансы на победу есть у всех, из всех весовых категорий. Первый подход Павла удачен, но от Бревера он отстает. А вот это спортсмен из Швейцарии, Рене Имеш. Позже о нем расскажем. Собственный вес атлета 88,9 килограмма. Вес на штанге 210. Это реальный претендент попасть в тройку лидеров. Максимальный вес, который ему удалось зафиксировать в жиме без экипировки, 236 килограммов. В 2009 году. Это начало, первый подход. Так сказать, пристрелка. Очень уверенно. Пока первое место. Вторые подходы. Григорий Пушкарев из Беларуси. В первом подходе не проявил себя, но вот сейчас, заказав 200 килограммов, при собственном весе 77, может обойти всех. Но это при условии, что справится с весом. И это только начало вторых подходов. Тяжело, но справился. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Филипп Бревер, Соединенные Штаты Америки, заказывает 205 килограммов. Но уже даже если и пожмет, не догонят Пушкарева. Так как тяжелее на 4 килограмма. Вот такая разыгрывается интрига среди легких весовых категорий. Помогает ему Джереми Хорнста, тоже из США, который вступит в борьбу позже. Он национальный чемпион в Соединенных Штатах. Да, разогрелся Филипп. 205 ему дались легче, чем 200 килограммов. А на штанге 215 килограммов для белорусского атлета. Павел Крейнис выходит к жимовой лавке. Это его личный рекордный вес. Но, к сожалению, чтобы удержаться в тройке лидеров при собственном весе 89,8 килограмма, надо жать больше. Итак, Павел Крейнис, Беларусь. И штанга весом 215 килограммов. Нет, пока не удается. Но есть еще третий подход. Вес на штанге подрастает до 217,5 килограммов. Рене Имеш, швейцарский атлет. Рене 47 лет, возрастной спортсмен. Многократный чемпион Швейцарии по версиям IPF и WPC. Трехкратный чемпион мира версия WPC. Собственный вес атлета 88,9 килограмма. В экипировке жал 300 в 2004 году в Орландо и в 2005 году в Коламбусе США. Без экипировки лучшие достижения 236 килограммов в 2009 году тоже в США. Если сейчас справиться с этим весом, то вытеснит Пушкарева Беларусь с первой строчки турнирной таблицы. Что он и делает. Итак, Рене Имеш, швейцария, лидер турнирной таблицы. А впереди третьи подходы. На штанге 210 килограммов для Григория Пушкарева, Беларусь. Самого легкого атлета. Его собственный вес 70,7 килограмма. Пока второй в турнирной таблице. Но если справиться с этим весом, то получив 151,3 балла, уйдет далеко вперед от всех своих соперников. А это Рене Имеш, швейцария и Филипп Бревер, США. Посмотрим. Нет, это ему не удается. А дальше, а дальше 215 килограммов на штанге. Спортсмен из Беларуси Павел Крейнис. В своем последнем третьем подходе еще раз попытается выжать 215 килограммов, которые ему не покорились во втором подходе. Но если даже и пожмет, лидеров ему уже не догнать. Собственный вес атлета 89,8 килограмма. Максимальный результат в этом упражнении у Павла пока 205 килограммов. Нет, этот вес пока не его. А борьба продолжается. Филипп Бревер и 217,5 килограммов на штанге. Кстати, пожми Пушкарев свои 10, и Филипп его бы не догнал. Бревер во второй попытке выжил 205 килограммов. Получил 142,3 балла, а теперь 217,5. Это его лучший показатель в жиме на сегодняшний день. Ему надо повторить свой личный рекорд. Сильный и волевой спортсмен, национальный чемпион и рекордсмен США Филипп Бревер. 150,94 балла. А на штанге 220 килограммов для Рене и Меша. Швейцария. Во втором подходе Рене выжил 217,5, но взвесив свои силы, прибавил немного, 220 килограммов. Этого не хватит, Рене, чтобы обойти Филиппа Бревера в абсолютном зачете. Рене имидж Швейцария. Спортсмену 47 лет. Сильнейший швейцарский пауэрлифтер у нас на международном турнире Worldlifting. Настраивается. Вес этот для него серьезное испытание. Но вот... Справился. Пока вторая строчка в турнирной таблице. А теперь самое-самое. В борьбу вступают тяжелые веса. Первые подходы. А вес на штанге уже 252,5 килограмма. Игорь Кушин, Россия. Очень титулованный атлет пауэрлифтинга. Версии ВПЦ. Или правильно, WPC. Смотрим. Это WPC и Тюрьеве Кустро. Который будет выступать следом. Итак, Игорь Кушин. Оп! Оп! Чемпионный ветер света России, Европы и Евразии. Очень уверенно начал. Вес защитный. Еще один очень сильный атлет из этой весовой категории. На штанге уже 255 килограммов. Андрей Кисель, Украина. Андрей не так давно занимается жимом. Он бодибилдер. Но жмет много. Андрея мы уже показывали в наших программах. В частности, он жал на открытом чемпионате России версии WPA. Его наилучший результат пока 250 килограммов. Да, соперники сегодня у Андрея не слабые. Сильнейшие жимовики мира собрались здесь на ВДНХ. Даже судит Владимир Кравцов. Рекордсмен Европы в жиме без экипировки. 300 килограммов. Смотрим. Андрей Кисель жмет 255. Справился. Начало положено. И вот Джереми Хурнста. США. А помогает ему теперь Филипп Бревер. У которого 150,9 балла. Это очень хороший результат. И он наверняка будет конкурировать с тяжами. За призовые строчки турнирной таблицы. Но сейчас Джереми Хурнста из Соединенных Штатов Америки. и 265 килограммов на штанге. Попытка. Пока вес не поддался. Вес на штанге растет. И уже 270 килограммов. И это первые подходы в безэкипировочном жиме. Куда катится мир. Владимир Максимов. Многократный чемпион России, Европы, мира. Но жмет он в экипировке. И сегодняшний безэкипировочный турнир это для него хорошо забытое старое. Лучшее достижение Максимова без экипировки 285 килограммов. Широ на 2 сантиметра можно брать. Можно, можно. Да? Можно, можно. Работаем. Работай. Команда. Уверенно справился. Хорошее начало. И вот на штанге 290. Первый подход. Ласло Межарош. Венгрия. Вот это веса сегодня. Ласло чемпион мира практически во всех версиях пауэрлифтинга. Пока его лучшее достижение в этом движении без экипировки 300 килограммов. Так же, как и у Владимира Кравцова, который сегодня судит этот турнир. Но посмотрим, как начнет Ласло Межарош свое сегодняшнее выступление. Очень мощное начало. Сколько же у него в запасе? Владимира Кравцова, вот это начало, вот это первая попытка 290 килограммов. Закончились первые попытки на велклифтинг. Они во многом разминочные, пристрелочные. Спортсмены присматриваются друг к другу. А сейчас разгорится настоящая борьба. Следующие две попытки, в которых и выяснится, кто сегодня станет абсолютным чемпионом. Посмотрим. Вторые подходы. Уже можно и прикидывать, кто на что претендует. Ласло Межарош впереди. 290 килограммов и 157,5 балла. При собственном весе 127 килограммов. На втором месте легковес из Соединенных Штатов Америки Филипп Бревер и 151 балл. А сейчас Андрей Кисель, Украина и штанга 260 килограммов. Отлично. Стоит 48,5 балла. Можно бороться дальше. Игорь Кушин, Россия. Выбежал к штанге весом 262,5 килограмма. Ласло Межарош уже вне досягаемости. Но надо бороться за вторые и третьи места. Если пожмет этот вес, то выдвинется на второе место турнирной таблицы. С результатом 149 баллов. Нет, не хватило сил дожать. Впереди третий подход. На штанге 265 килограммов для спортсмена из Соединенных Штатов Америки. Джереми Хорнстон, сильнейший жимовик США. Огладатель мирового рекорда на мистер Олимпии. Лучший его результат 295 килограммов без экипировки. Второй подход на этот вес и опять неудача. Не рассчитал килограммы на первый подход. Вот результат. А на 280 килограммов приглашается Владимир Максимов. В первом подходе пожал 270 с запасом. Сейчас, если справиться с этим весом, вторая строчка турнирной таблицы его. Интересно, что в экипировке Владимир жмет 405 килограммов. А сейчас на штанге 280. И Владимир Максимов без экипировки. Повторю, идет борьба за второе место на Worldlifting 2010. И вот тяжело, но штанга покорилась. В активе Владимира 152,3 балла. Второе место. На штанге 295 килограммов. Ласло Межаров помаленьку подкрадывается к тремстанам. Он уже в отрыве от всех. Но что он задумал в третьем подходе? Это его второй подход. В первом он выжил 290 без видимых усилий. Сейчас 295 килограммов. И вот так уверенно и мощно. Чудовищную силу сегодня привезли спортсмены на этот помост. Уже появился лидер. Это Лажва Межарош. Пытается Владимир Максимов догнать этого сильного венгра. Конечно же, запомнился нам и Филипп Бревер. Может быть, и он сможет навязать борьбу тяжеловесом. Сейчас мы это увидим. Кушин, вес готов. Пошел! Морь! Морь! Итак, третьи заключительные подходы. Игорь Кушин, как всегда, вбегает на помост. Во втором подходе ему не удалось справиться с весом 262,5 килограмма. И он сейчас попытается исправить эту неудачу. Но в тройку лидеров он уже не попадает. Так! Чуть-чуть не хватило сил. Нет, не получилось и на этот раз. 265 килограммов на штанге. Андрей Кисель, Украина. Заказав этот вес, Андрей надеется занять третье место при удачной попытке. Оттеснив с третьего места спортсмена из Соединенных Штатов Америки Филиппа Бревера. 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 265 килограммов Андрей жмет впервые. И если получится, это будет его и личный рекорд. Посмотрим, как ему это удастся. 260 во втором подходе он тяжело, но выжил. Итак, 265 килограммов на штанге. Бат! Не сказать, что это вес не его, но чуть не хватило дожать. И вот Джереми Хурнсто, Соединенные Штаты Америки. Третий раз выходит к одному и тому же весу 265 килограммов. Так неудачно заказал начальный вес, что теперь нависла угроза нулевой оценки, баранки. Потенциал у атлета огромный. При собственном весе 108 килограммов и теми весами, что обычно он жмет. Жалко, обидно, но спорт есть спорт. За это мы и любим спорт. За его непредсказуемость. Если бы все было заранее известно, не было бы столько зрителей, не было бы такого накала страстей, как сегодня. Но американцу не повезло на данном турнире. Надеюсь, что он извлечет уроки из своего выступления. И в следующий раз, надеюсь, опять на нашем турнире выступит лучше, чем сегодня. Владимир Максимов выходит на 292,5 килограмма. Он уже занимает вторую строчку турнирной таблицы. И 292,5 килограмма ему не помогут обойти Ласло Межарыша. Ни при каких обстоятельствах. Хотя Владимир весит на 1 килограмм легче Межарыша, но Ласло уже пожал 295. Итак, Владимир Максимов из штанга весом 292,5 килограмма. Напомню, что результат Владимира в экипировке равен 405 килограмма. И в этом движении он среди сильнейших атлетов мира. Смотрим. Владимир Кравцов дает команду и... Владимир Максимов второе место на ворву лифтинг. Попытка отобирать стульку Владимира Кравцова. Абсолютный рекорд. 300,5 килограмма. Вот какой вес заказал Ласло Межарыш в своем третьем подходе. Это новый рекорд Европы. Главный судья этого турнира Владимир Кравцов, рекордсмен Европы с весом 300 килограммов без экипировки. И вот мы видим попытку снять этот рекорд. Он так осторожно начинал свои первые подходы, что казалось, он бережет силы. И вот кульминация в жеме штанги лежа на ворву лифтинг. Здесь и говорить нечего. Зрители кричат. Такое увидеть – большая редкость. Ласло Межарыш, Венгрия. И абсолютный чемпион ворву лифтинг в жеме штанги лежа. С результатом 300 килограммов 500 граммов. Несомненно, одной из главных интриг сегодняшнего турнира ворву лифтинг был вопрос, а получится ли у венгра Ласло Межарыша побить абсолютно европейский рекорд. Все ждали этого очень долго. И цифру, магическую цифру в 300 килограмм без экипировочного жима лежа пытались уже некоторые штурмовать. Но в течение нескольких лет безуспешно. Я очень рад, что эта цифра 300 килограмм, именно на нашем турнире, этот рубикон перешел венгер, будет лишний стимул самому заниматься и показать еще большую цифру. Мы еще раз показываем этот рекордный жим Ласло Межарыша на штанге 300 килограммов 500 граммов. Жим такой мощный, что кажется, это не край его возможностей. Очень много сильных спортсменов, показали настоящее шоу, борьба за абсолютное первенство. Я такой борьбы в принципе не видел. Очень хороший накал, что еще раз подтверждает, что пауэрлифтинг может быть зрелищным видом спорта. Ласло, поздравляем, теперь ты абсолютный рекордсмен Европы. Спасибо, отлично. Благодарю Дмитрия Касатова, организаторов и зрителей. Привет, Москва. Такое ощущение, работа с Майкой, которую я сейчас в тройной жму, я упустил безэкипировочный жим. У меня послабже стало. Но я думаю, со временем я догоню и буду бороться с Ласло. Я его знаю очень давно. И без экипировки я тоже люблю выступать. Ну и надеюсь, в дальнейшем буду выступать, если как здоровье поможет. Но я до 50 лет думаю заниматься, да. И как спонсор у меня, меня выдержит еще? Все зависит от спонсора. Так, спорт у нас сейчас существует. И откуда я приехал, там, в Пемского края, в город Лысого, это там очень тяжело, например, найти спонсора, и чтобы выехать, например, за границу. Ну, у меня есть спонсор хороший, как в Омске, не в самой Лысе, а в Омске. Кориков Юрий, вот, он меня спонсирует, я езжу на соревнования. Ему спасибо. Скажи, Андрей, как тебе выступалось на этом турнире? Легко ли давались подходы? Где тяжелее, где легче? Первый тяжеловато, ну, у меня всегда первый идет тяжело. Второй легко, вот третий, там, ну, как бы, 65 еще никогда не жал, и, возможно, да, это не мой еще вес. 62, я заказал первый раз 62, но по коэффициенту, я боролся за третье место в абсолютке, и по коэффициенту мне 62 было с половиной мало. Поэтому я заказал 65, но, к сожалению, не справился. То, что сделал венгер сегодня в жеме лежа, это, конечно, удивительно. Принцип, когда я начинал заниматься пауэрлифтингом, у нас принцип был такой, что спортсмен должен выходить на помост, и он обязан это делать, выходя на помост, сжать два своих веса. И это нормально. И мое пожелание просто новым спортсменам, которые хотят влиться в эту когорту огромную, нашего молодого, не так молодого, но красивого вида спорта, таких как пауэрлифтинг и так далее, что, ребята, стремитесь к тому, чтобы, выходя, вы смогли поднимать в жеме лежа два своих веса. Вот и закончился чемпионат мира по жиму штанги лежа без экипировки среди профессионалов в вёлтлифтинг. Спортсмены поразили нас своей чудовищной силой, великолепными, высокими результатами. Надеюсь, в 2011 году весной на турнире Евролифтинг российским атлетам удастся составить достойную конкуренцию своим западным коллегам. Поздравляем победителей! На этом наша программа заканчивается. Всего наилучшего! Занимайтесь спортом, становитесь сильнее! До свидания!